привет друзья сегодня практически первая поездка на объект на тесле и хочу показать вам как как это выглядит в принципе первое впечатление уже собраны машина едет очень неплохо бодренько есть вопросы по шумоизоляции опять же смотря с чего вы пересядете в этот автомобиль по поводу плавности входа ускорения я думаю нет смысла рассказывать едет она очень хорошо улица мне нравится останавливается я как-то привык ездить уже одной педали за несколько дней когда педаль газа выполняет роли педали тормоза педаль тормоза нажимается в каких-то исключительных случаях когда нужна полная остановка из не очень приятного но в принципе прогнозируемых первый день порваны два колеса минус 2 яме которую я не видел и тут даже сказать особо нечего потому что яма в асфальте глубиной сантиметров 10 раньше я бы на нее не обратил бы внимание в принципе я бы ее и ям это не назвал в этом случае я не то что обратил внимание я и прочувствовал на себе потому что дальше машина поехала на эвакуаторе следующий день было чем заниматься но после этого была поездка и уже доме с семьей и очень понравилась эта поездка потому что трасса в принципе хорошего качества детям понравился музей космонавтики мне понравилось полное отсутствие остановок в дороге каких-то невынужденных по причине заправки автомобиля семья из двух взрослых и троих детей помещается легко два багажника передний и задний отвечают на все вопросы по поводу куда поместить вещи которые необходимы в дороге там была попытка перейти на 19 колеса но она пока не увенчалась успехом кстати напишите как вам нравится 19 колеса и 21 сравнение я не пробовал есть по каким-то плохим направлением а у нас в украине плохих дорог гораздо больше чем хороших эта машина бралась под конкретную задачу для работы моя работа сосредоточена в городе киеве и киевской области поэтому в данном случае первое впечатление эта машина очень приятно будет справляться с этими задачами хочу сказать что после тундры все необычно начиная от достаточно четкой рулежки торможение ускорение то в тундре тоже ускорение нормальные но она не такое и машины это ускоряется и с места и ходом очень весело до 150 километров в час после этого конечно она сдувается но ждать от нее что она будет ехать 250 конкретно эта машина не поедет я на ней ехал 206 она управляемая на этой скорости то есть скоростя диапазоне 150 200 они возможны но при этом идет бешеный расход батареи комфортно ездить если со скоростью 100 110 120 комфортно в смысле понимания сколько ты проедешь потому что скорости 150 плюс они жрут батарею немилосердно при этом возможности зарядиться как на суперчарджере у нас нет очень нравится перестраиваться на этой машине перестраиваться менять полосы куда-то влазить туда куда на тундре просто бы не полез бы друзья теперь давайте о работе в нашем очередном видео в рубрике нелогичная работа мы отсекаем часть плиты перекрытия около 5 7 сантиметров на общую длину около 20 метров толщина плиты перекрытия 240 миллиметров и теперь вы мне напишите если есть среди вас строители как такое происходит что плита перекрытия заливается больше чем нужно дело же ведь не в том что это 0 2 или 0 3 куба бетона лишнего дело в том что это какое-то лишнее действие которое закралась систему как вирус строительную систему а мы в данном случае отрабатываем как антивирусная программа мы убираем этот вирус выводим все в нулевое положение состоянии абсолютного нуля и дальше строители продолжают свою работу напишите пожалуйста что должно произойти для того чтобы был косяк настройки который необходимо исправлять с помощью алмазной резки а тем временем предлагаю вам просто посмотреть как мы это выполняли как вы видите мы выполняли это 10 стенорезной машиной с помощью выносных уголков не смогли мы закрепить машину сверху плиты потому что там опалубка стойки гораздо проще было использовать выносные уголки вот такая немножко не не совсем стандартная технология выполнение реза но она абсолютно рабочая проверенная годами это такой лайфхак для начинающих алмазорезчиков в течение рабочего дня антивирусная программа под названием IDT Ukraine выполнила свою работу вирус в виде 0,3 лишних куба бетона был удален из системы на следующее утро строители продолжили свою работу очень часто в таких ситуациях я не пытаюсь даже понять логику произошедшего потому что иногда она присутствует иногда она отсутствует вам предлагаю просто посмотреть со стороны на наше решение получить удовольствие вместе с нами потому что для меня звук стено-резной машины когда я захожу на объект это особый кайф а вас прошу поставить нам лайк подписаться на наш канал будьте с нами мы снимем еще много интересных видео и я уверен что очень большая их часть попадет в рубрику нелогичная работа пока 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 пока